Наверное, 90-е годы не были бы у нас столь лихими, если бы не один автомобиль. Символ той эпохи – Мерседес Гелендваген или по-русски Гелик. В те годы он являлся доказательством крутизны. Немецкий концерн Daimler-Benz создавал его для службы в армии. В 1979 году для производства этого автомобиля был построен и запущен новый завод стоимостью в сотни миллионов долларов. В начале 80-х Гелендваген приняли на вооружение несколько стран. Именно с него начался класс люксовых внедорожников. Он безобразен и прекрасен одновременно. Рубленные формы изящества – ноль. Даже стекла у него плоские, как у УАЗика, и это в конце 20-го века. Но за сочетание брутальности, отличных технических характеристик и надежности полноприводному Гелику простили казарменную внешность. Более того, он очень полюбился непростым людям мира сего. Тестируемая нами сегодня модель из особой VIP-серии. Один из символов собственной значимости, конечно же, двигатель. Тут установлен бензиновый атмосферный двигатель V8 объемом 5 литров и мощностью 296 лошадиных сил. Ну а теперь в салон. Как говорили в те годы, тут полный фарш. Мобилоспутниковый телефон, кругом кожа рожи, натуральное дерево. Много аккуратного тюнинга, не бросающегося в глаза. Комбинация приборов и все ручки управления традиционно для мерседесов. Но есть и отличия. Вот эти кнопочки позволяют блокировать осевые и межосевые дифференциалы. Даже на потолке кожа. Круто! Ну что же, пора прокатиться. Мерседес и есть Мерседес. Все доступно, удобно, легко. На асфальте он практически не отличается от легковой машины. Хотя нет, характер у него есть. Немного тяжеловат руль. В повороты гелик входит с большим креном. Сказывается высокий центр тяжести. По-моему, немцы переборщили с мощностью двигателя. Его способности значительно превышают возможности ходовки этого УАЗика. Машина жесткая, с претензией на спортивность. Ну а теперь съедем с дороги. В откровенную грязь не полезем. Так прокатимся по чуть-чуть. А для полного счастья я заблокирую задние и межосевые дифференциалы. Гелендваген машина своего времени. Родить он раньше или позже, не довелось бы стать ему таким крутым. Ведь у нас в стране до сих пор встречают по одежке.